СПОРТ-ИНФОРМ В 30-м туре чемпионата Беларуси по футболу ФК Витебск на домашней арене встречался с Мозорской славией. Новобранец высшей лиги за две минуты решил исход противостояния и оформил победу со счетом 2-0. О взлетах и падениях команды областного центра в нынешнем розыгрыше в нашем следующем материале. Нынешний национальный футбольный розыгрыш безусловно войдет в историю. В этом сезоне страна получила нового чемпиона. А в нижней части таблицы до последнего тура было неизвестно, кто сыграет в стыковых поединках. Команда областного центра также прошла нелегкий путь. Витебляне стали финалистами Кубка Беларуси и получили опыт выступлений в Еврокубках. Открыли свою футбольную академию и, главное, сохранили прописку в высшей лиге. Но отрицательных моментов было больше, чем позитивных. И тем не менее, с этим надо справиться, пережить и идти дальше. В конце сезона подопечные Сергея Ятинского демонстрировали неплохую игру. Единственное, что огорчало, это то, что наши земляки не набирали очков. Последний поединок против Мозорской Славии мог подсластить горечь поражений и на оптимистической ноте завершить чемпионат. В первом тайме небольшим преимуществом владели гости. Дмитрий Гущенко не раз выручал партнеров. После перерыва витебляне активизировались и отодвинули игру от своих ворот. Жарко стало уже в штрафной соперника. Но матч перевернул точный удар мазырянина Андрея Чухлея. Он отправил хозяев в настоящий нокаут. А окончательную точку в поединке поставил его партнер по команде Егор Потапов, который выбрал удобную позицию в штрафной и переправил мяч в ворота. Мы ехали сюда за победой, мы ее добились. Мы выполнили практически все цели, которые преследовали в этом сезоне. С чем, в принципе, поздравляю всех мазырян, всех любителей футбола. У команды нашей есть будущее. Здесь работают неравнодушные люди и в руководстве города, и в руководстве клуба, и в тренерском штабе. Со мной или без меня этот клуб все равно будет существовать. Тысячи мальчишек будут здесь заниматься. Эти темные времена, которые сейчас были для наших футболистов, болельщиков, любителей спорта, они пройдут, и мы будем выступать намного лучше. Несмотря на это поражение, витебляне сохранили прописку высшей лиги. Столичный энергетик БГУ в последнем туре обыграл Могилевский Днепр и отправил нашего восточного соседа играть в стыковых матчах с Брестским Рухом. Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли золотые награды в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Японии. К тому же витебляне Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали серебряными призерами в синхронных выступлениях. В индивидуальных прыжках у мужчин серебряную медаль завоевал представитель Минской области Иван Литвинович. Батутистки женской белорусской сборной не смогли отобраться в финал соревнований. Таким образом отечественные спортсмены завоевали одну лицензию на летние Олимпийские игры в Токио. Шанс увеличить эту квоту у белорусов остаются. Кроме чемпионата мира лицензии разыгрываются по итогам этапков Кубка мира, где наши земляки выступают довольно успешно. С успешным выступлением спортсменов и тренеров поздравили председатель обл. полкома Николай Шерстнев и председатель областного совета депутатов Владимир Терентьев. В приветственном слове, в частности, говорится, достигнутый вами результат позволил подтвердить высокий класс белорусской школы прыжков на батуте и послужил ярким примером в подготовке спортивного резерва. Мы благодарим вас за трудолюбие и настойчивость, вклад в спортивные достижения и укрепление имиджа Республики Беларусь на международной арене. Конец цитаты. Витебское государственное училище Олимпийского резерва отметило 40-летний юбилей. На праздничный вечер пригласили ветеранов, заслуженных тренеров, знаменитых выпускников, учителей и представителей спортивных организаций областного центра. Мероприятие получилось по-семейному душевным. За час до начала праздничного вечера в холле Витебской филармонии было не протолкнуться. Сильные рукопожатия, искренние объятия, совместные фото на память. Здесь встретились хорошие знакомые, тренеры, преподаватели, спортсмены. В свое время под одной крышей их объединило Витебское училище Олимпийского резерва. Там они жили, учились, тренировались, отдыхали и соревновались. И каждый готов поделиться своими историями, которые память навсегда связала со спортивным учреждением. Я только в седьмой класс пришел в училище, и в столовой стояли два при входе больших таза медных. Один медный таз с черной икрой, а второй с кабачковой. Так вот мы, дети, ходили, ели только кабачковую икру, потому что не знали, что такое черная. И только потом же, спустя некоторое время, нам объяснили, что почему не едите эту черную икру? Это же такой деликатес. То есть через какой-то месяц мы начали понимать, что упустили многое. В спорте надо мечтать, суметь верить и дерзать. Именно таким путем шло Витебское училище Олимпийского резерва. В далеком 79-м году школа для сирот была реорганизована в школу-интернат спортивного профиля. Тогда здесь развивали всего четыре вида спорта. В настоящее время в училище открыто 14 отделений по зимним и летним видам, на которых занимаются более 230 воспитанников. Это перспективные ребята, которые демонстрируют высокие результаты на республиканских и международных стартах. Динамика наметилась положительная. Второй год подряд у нас 8 медалей на международных официальных соревнованиях, поэтому есть определенные моменты, которые позволяют говорить о том, что перспектива впереди. Солидный спортивный фундамент, который заложен в училище, держится на его тренерских кадрах. Это люди, опыт у которых атлеты доверяют, стараются выполнить поставленные наставниками задачи, преодолевают себя, чтобы показать максимум, на что способны. 39 лет на отделении биатлона работает заслуженный тренер Белоруссии Иван Белопухов. Он также гордится своими воспитанниками и всегда помнит об их достижениях. Самый запоминающий для меня момент, это когда три ученицы, наши будущие студентками училища выступают на Олимпиаде Лилихаммера. Рыженкова, Котова, Бесленко и Какуева. Вот как раз за эту Олимпиаду Какуева заняло там шестое место, и мне присвоило было звание заслуженного тренера Белоруссии. В течение последних лет в училище произошли явные изменения. При помощи местных властей укрепилась материально-техническая база. Всесторонняя поддержка позволяет усовершенствовать тренировочный процесс и интенсивно готовиться к крупным республиканским и международным стартам. Очень много сделано по развитию материально-технической базы, по закупке спортвентаря и оборудования, поэтому мы ждем от училища золотых медалей. На торжественном вечере, посвященном 40-летию спортивного учреждения, ветераны, тренеры, спортсмены Витебского училища Олимпийского резерва получили грамоты и благодарности, ценные подарки и денежные премии. Завершилось мероприятие праздничным концертом. В Витебском диспансере спортивной медицины готовы избавить от боли в суставах с помощью инновационной технологии. Здесь начали применять уникальную методику лечения опорно-двигательного аппарата. Пациенту вводят препарат на основе его собственной крови, который способствует ускоренной регенерации поврежденных клеток. Что такое пиар-эпи-терапия и как она работает? Новая методика в Витебском диспансере спортивной медицины появилась благодаря местному ортопеду Евгению Копцу. Новатор работает здесь три года. За это время избавил от боли не одну сотню пациентов. Очередное ноу-хау – современное направление в лечении болезней опорно-двигательного аппарата под названием пиар-эпи-терапия. Чтобы получить плазму, обогащенную тромбоцитами, кровь пациента обрабатывают в центрифуге. Полученный препарат вводят в органы или сустав, требующие лечения. Уникальный укол активизирует мембраны всех клеток, восстанавливает поврежденные мышцы, связки и сухожилия. Приходят клетки-строители, грубо говоря. И вот этот матрикс, который вводится, он обеспечивает более быстрое восстановление поврежденной структуры. Конечно, новый хрящ не вырастет, но его замена соединительной тканью – это происходит. Облегчается трение, снимается воспаление и обезболивающий эффект, как правило. И замедляется дальнейшее разрушение хрящевой части. Благодаря веществам, которые содержат плазма, время реабилитации пациентов сокращается в несколько раз. Пиар-пи-методику применяют во многих областях медицины – от косметологии и нейрохирургии до спортивной медицины и травматологии. То, что с первыми в области ноу-хау начали применять врачи витебского диспансера – не удивляет. Сегодня это одно из медицинских учреждений Беларуси с самыми современными технологиями лечения и реабилитации спортсменов. Накануне Олимпиады 2020 в Токио сохранить здоровье будущих чемпионов особенно важно. Что-то всегда обновляется, что-то покупается. И непосредственно, вот было недавно взято тоже, кресло для вытяжения позвоночника. Вот озонотерапия здесь стоит, то есть обкалывание суставов озоном. Сейчас у нас стоит на закупку аппарат для измерения давления на стопах. То есть, также хотим приобрести УЗИ, аппарат современный, мини, такой датчик конкретно для опорно-двигательного аппарата. За свою медицинскую карьеру травматолог-ортопед Евгений Кобец много повидал. За год работы в Ангольском военно-морском госпитале оперировал по 300 человек. Эскулап признается, медицина – дело сложное и ответственное, а работа ортопеда всегда должна быть ювелирной. Такое под силу только человеку, который живет своей профессией. И Евгений Кобец как раз из таких. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи через 7 дней. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!